Кокена Джекулова живет в доме престарелых уже третий год. 84-летняя женщина рада. Теперь ее рацион стал питательнее и вкуснее. В последнее время я заметила, что наш рацион, меню изменились в хорошую сторону. Раньше было тоже хорошо, но добавили новые блюда – рыбу, творог и колбасу, и еще сыр. Я очень рада, что о нас заботятся. Мне очень нравится, что утром нам дают молочные блюда. Это нам очень нужно. Аяна Исенбаева тоже живет в доме-интернате Бору Кирдык, южной столицы. Уже три года девочка рада, что в столовой дают и творог, и сыр, и другие продукты. Мы чувствуем себя как дома. Нам делают манты, орумо, разные домашние блюда. И все время разные. Они почти не повторяются. Есть и рыба, сыр, творог. Нам их дают. Рацион питания воспитанников интернатов был изменен согласно указу президента страны Садыра Джапарова от 6 декабря 2021 года о повышении денежных норм расходов на питание в некоторых социальных учреждениях. Согласно указу президента, денежная норма на питание воспитанников детских домов и жителей домов престарелых выросла вдвое. Благодаря этому в Орском доме-интернате Бору Кирдык, где живут 25 детей и 25 стариков, денежное довольствие на питание выросло до 4,5 миллионов сомов. В 2021 году, 6 декабря, президент подписал указ о повышении финансирования на питание на 100 процентов. И с 1 января этого года уже в силу этого указа мы улучшаем рацион. Раньше мы давали рыбу, сыр и творог только детям, а сейчас уже можем давать их пожилым и старикам. Благодаря этому указу. Раньше на одного человека выделяли 100 сомов на питание. Старикам сейчас после указа 200 сомов, а детям 110 сомов, а сейчас 220 сомов. Конечно, это очень хорошая инициатива. Если хороший рацион, хорошее меню, тогда наши дети и старики будут здоровы и все будет нормально. Я очень рада этому указу. Поручение повысить денежные нормы питания во всех социальных стационарных учреждениях страны президент дал 3 декабря прошлого года во время визита в Беловодский детский психоневрологический интернат. После того, как ознакомился с тем, как кормят его воспитанников, глава государства высказался однозначно – необходимо обеспечивать детей разнообразным питательным и полноценным питанием. Выделяемая в настоящее время сумма не соответствует натуральным нормам питания, которые необходимы для удовлетворения физиологических потребностей детей и взрослых. Поручаю вам в оперативном порядке разработать проект решения Кабинета министров и увеличить в два раза денежные нормы питания, которые утверждены для социальных стационарных учреждений страны. Глава государства отметил, что суточная норма в 100-110 сомов не соответствует натуральным основам питания, которые необходимы детям и старикам. И поручил в оперативном порядке разработать проект решения Кабинета министров по увеличению этой нормы в два раза. С 1 января этого года денежное довольствие на питание выросло во всех социальных стационарных учреждениях страны.